Встреча губернаторов. Глава региона Игорь Кошин встретился с губернатором Архангельской области, обсудили экономические вызовы и перспективы развития. Вопросы оптимизации. Эксперты регионального отделения ОНФ проверили, сократилось ли количество чиновников в Ненецком-Мокуге на начало 2016 года. С главными событиями этого дня с вами в студии Илья Сахаров. Несмотря на сложную бюджетную ситуацию, необходимо обеспечить исполнение социальных обязательств и финансирование защищенных статей. Об этом на совещании по финансово-экономическим вопросам заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, сейчас нужно предусмотреть меры по мобилизации доходов бюджета и с учетом этого скорректировать расходную часть, прежде всего за счет сокращения неэффективных трат. Что касается сокращения расходов, то глава Кабмина уже поручил всем министерствам и ведомствам подготовить предложение по уменьшению трат на государственный аппарат. А вот гражданам, нуждающимся в помощи со стороны государства, никто не предлагает набраться терпения и подождать, когда ситуация улучшится. Жизнь невозможно отложить до лучших времен. В области социальной поддержки будем принимать самые энергичные меры адекватной нынешней ситуации, пояснил свою позицию Дмитрий Медведев. В ближайшее время, по его словам, может потребоваться и ряд дополнительных мер социальной поддержки. Но главный способ достижения цели – добиться устойчивого роста экономики. В числе возможных новшеств в социально-экономической сфере – введение тарифов на электроэнергию с учетом уровня потребления. То есть, те, кто потребляет немного, будут платить меньше тех, у кого высокий расход электроэнергии. Решать, целесообразна ли такая схема, будут регионы. Также премьер-министр обращает внимание на необходимость обеспечить права граждан, проживающих в ветхом или аварийном жилье. Экономические вызовы обсудили губернаторы Ненецкого округа и Архангельской области. Игорь Кошин и Игорь Орлов на встрече в Архангельске проанализировали обстановку в соседствующих субъектах и меры, которые необходимо предпринять для сохранения доходов региональных бюджетов. Также губернаторы обсудили исполнение договора о передаче полномочий от области округу, который был подписан в июне 2014 года. Договор позволяет регионам соблюсти баланс интересов. Ненецкий округ имеет возможность создавать планы развития на перспективу, привлекать федеральные средства, строительство, образование и другие сферы. В Амуре исключают расходы на реализацию полномочий из областного бюджета, сохранив часть поступлений от федеральных налогов, собираемых на территории округа. После возвращения полномочий в округ отношения с Архангельской областью только укрепились. Вместе работаем над сохранением доходов наших бюджетов, оперативнее и качественнее, сотрудничаем по целому спектру отраслей, отметил глава региона Игорь Кошин. Губернаторы обсудили вопрос привлечения инвестиций в промышленность округа, в том числе в нефтегазовый сектор. Помимо создания условий для увеличения налоговой базы, субъекты связывают информационное и консультационное сотрудничество. Так, к примеру, строители Охангельской области готовы безвозмездно передать НАО проектно-сметную документацию для возведения современной школы в поселке Искателей. Это позволит округу сэкономить средства на проектные работы и экспертизу, а также ускорить начало строительства. Сокращение фонда оплаты и труда чиновников позволит распределить средства по приоритетным направлениям для развития и поддержки субъектов страны. Об этом уже не раз говорил глава государства. К исполнению поручений президента приступили и в Ненецком округе. Вопрос оптимизации расходов на содержание чиновников обсудили на заседании рабочей группы «Общество и власть. Прямой диалог» регионального отделения Общероссийского народного фронта. Вопрос сокращения расходов содержания чиновников в Ненецком округе из повестки фронтовиков не исчезал на протяжении всего 2015 года. На заседаниях рабочей группы «Общество и власть. Прямой диалог» тема оптимизации среди госслужащих стала одной из самых обсуждаемых. Еще в 2015-м по итогам совещаний фронтовики вынесли соответствующие рекомендации органам власти региона. В нынешнее время этот вопрос, наверное, наиболее актуален. В принципе, он актуален на самом деле всегда, потому что вопрос, то, сколько государства, сколько налогоплательщики тратят на чиновников, на содержание власти, это всегда вопрос важный. То есть он, наверное, и будет, и будет еще всегда и важным, потому что этот вопрос всегда существовал и будет существовать. А в нынешних реалиях, в нынешней экономической ситуации, в которой находится Россия, он приобретает еще большую актуальность, и мы решили провести рабочую группу для того, чтобы все-таки разобраться и понять, как чиновники, насколько они соптимизировались, насколько они сокращают расходы на содержание. По мнению экспертов ИНФ, к началу 2016 года требования эти были выполнены частично. Этот факт вызвал необходимость запросить у чиновников сведения о штатной численности сотрудников на начало 2015 и 2016 года, величине фонда оплаты труда, остатке денежных средств на зарплату муниципальных служащих на конец прошлого года. Из докладов стало понятно, что в 2015 году окружная администрация перешла на департаментную систему. Это привело к сокращению органов исполнительной власти от 23 к 14. Кроме того, в администрации региона сократилось количество госслужащих, относящихся к категории руководителей. Если до реформы департаментов у нас был каждый четвертый относился 25%, перечислялись к категории руководителей, то с переходом на департаментную систему 19%. В настоящее время губернаторам округа поставили задачу по оптимизации численности государственных служащих. Как это будет происходить? По каким направлениям? Во-первых, переводятся определенные должности государственных гражданских служащих в число негосслужащих. Об оптимизации также отчитались окружные парламентарии, заполярный район и мэрия. Последняя, кстати, возглавила рейтинг самосохранения чиновников, который был составлен фронтовиками. Речь идет о ситуации, сложившейся в городском управлении образования. Напомню, с января 2016 года все полномочия в образовательной сфере, а также имущество перешли в ведение окружной администрации. Впрочем, 16 городских управленцев в сфере молодежной политики, образования и спорта продолжают работать и получать зарплату. Я считаю, что бездействие мэра города по осуществлению вовремя мероприятий, связанных с передачей полномочий, повлекут дополнительные расходы из городского бюджета на зарплату работникам. Потому что вовремя их не предупредили об увольнении. Уволить сейчас их можно только по истечении двух месяцев. Уведомления работники управления образования получили в конце декабря. Поэтому сейчас им придется платить зарплату практически еще два месяца. Проведи мэр города все необходимые кадровые изменения вовремя, городской казне удалось бы сэкономить не один миллион рублей. Но этого не произошло, а вопросы остались. Поэтому фронтовиками принято решение продолжать контролировать оптимизацию расходов чиновников не только в части зарплат, но и касаемо предоставления санаторно-курортного лечения, предоставления служебного жилья и страхования. Алина Волочейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Через несколько секунд расскажем о качестве продуктов на прилавках магазинов. Что мы едим и можно ли это есть? Наша съемочная группа обратила свой взор на продуктовые прилавки. Мы то, что мы едим. А кушаем мы в Наринмаре продукты, мягко сказать, которые зачастую далеки от совершенства. И речь здесь не о том, что они абсолютно все плохого качества. О том, что местные продавцы зачастую пренебрегают соблюдением сроков хранения товаров и выставляют на прилавке просроченную продукцию. Причем это относится не только к овощам и фруктам, но и к молочке и заморозке, у которой, кстати, тоже есть срок годности. Наш корреспондент Любовь Пермякова отправилась в рейд по торговым точкам и попыталась понять, в чем прелесть продажи того, чего уже и продуктом-то назвать нельзя. Вот это у нас форма. Поверни ее, ну вот так прям по пути, да. Плесень. Сок. Да, сок. А вот здесь, да. Так, здесь она у нас. Подожди, стоит 183. Рядом лежит вид поприличнее. Стоит 178. И подешевле 178. Такие вот продукты для наринмарских магазинов не редкость. Причем продают их, как в этом случае, по цене даже выше той, что указано на товар, пригодный к употреблению. Хотя контроль за качеством продаваемой продукции – одна из основных задач продавцов, заведующих отделом и самих руководителей торговых фирм. Согласно правилам торговли, если у товара заканчивается срок годности, то этот товар подлежит уценке. Соблюдается ли это правило в наших местных магазинах, мы сейчас проверим. Берем, да, цыплят. Бройлер, значит, упакован на 22.07.15. Срок годности заканчивается. У нас через 6 месяцев. Здравствуйте, у нас есть разрешение на съемку. Скажите, пожалуйста, вот лежит у нас бройлер, а цену можно узнать? Все цены вот здесь написаны. Да. А вот смотрите, завтра у нас заканчивается срок годности, да? А вот уценки, наверное, я так понимаю, что нет. Бройлер. Ну-ка, давайте посмотрим. А покажите мне, пожалуйста, где вот этот вот бройлер, бройлер. А мы вообще имеем право снимать. Мы средство массовой информации. Как мы не пытались увидеть цену на товар, у которого через день заканчивается срок хранения, в наименованиях на холодильном оборудовании его не было. Поэтому идем узнавать стоимость кассе. Можете, да, по штрих-коду? Сколько стоит? За килограмм 200 рублей. Это нужно упаковку узнать за килограмм. Да, да. А упаковка сколько стоит? А вы уценку не делаете, да, когда проходит срок годности, заканчивается, нет? Уценку, да, делаю, что это товароведом. Получается, что за каждой уценкой неринмарским покупателям необходимо идти к товароведу. Но ведь на деле это не так. В крупных торговых сетях, столичных магазинах продуктам, у которых истекает срок годности, подходят совсем по-другому. Ну, получается, там написано на продукте, допустим, предположим, до 15-го числа. До 14-го числа этого товара уже, в принципе, на полке быть не должно. Он может находиться, но до 12 часов это не более. Стараемся все-таки заранее это выявить и снять товар такой данный. Что касается распродаж и подходящих сроков годности, у нас, получается, за неделю уже можно акции заводить. То есть для распродажи так же можно и раньше. Если акцию завели, не распродались, то за сутки товар снимается. Проверяется он у нас ежедневно, то есть еженочно, в принципе, потому что работает ночная смена. То есть и днем, и ночью. А если обратиться к закону, то товары с истекшим сроком годности в обязательном порядке изымаются с прилавка. И хранение, и продажа расцениваются как преступление. Самое суровое наказание за него – лишение свободы на срок до двух лет. Об этом гласит часть 1 статьи 238 Уголовного кодекса России. Сколько таких испорченных продуктов лежит на полках магазинов, для нас остается загадкой. А довольны ли качеством продуктов покупатели, нам удалось узнать. Какие качества продуктов? Если честно, не очень. А что конкретно вас не устраивает? Часто бывают просроченные продукты в магазинах. А вот в каких? Можете, пожалуйста, конкретно назвать? Да вы всех покупали. А что конкретно вы встречали? Сыр, сливочное масло. Молочные продукты. Кефир. Ну это все привозное местное, просроченных не бывает. В коробке стоят яйца, и там некоторые они были всякие, грязные. Битые. И битые. Ну я же хожу, выбираю, виллы не беру. Ну вообще вы их видели? Видел, конечно. Особенно овощи бывают плохие. Ну качество-то устраивает. Цены не устраивает. Дороговато, конечно. Испорченных продуктов вы не встречали на полках? Ну так, что-то не обращал внимания. Ну попадалось, попадалось. Просто я уже не сдавал, домой приносил, подкрывал. Ну что, нести обратно. Качество, конечно, не очень хорошее. Но цены, конечно, очень высокие. Нам, пенсионерам, купить трудно. Иной раз зайдем в магазин, посмотрим и обратно уходим. В борьбу за соотношение цена-качество может вступить каждый из нас. Просто не надо оставаться равнодушными и бороться за свои права всеми доступными способами. О качестве товаров на прилавках наших магазинов мы поговорим с нашим гостем. Сегодня у нас в студии главный специалист и эксперт управления Роспотребнадзора по Ненецкому округу Ирина Валейская. Ирина Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем продукты поступят на прилавки наших магазинов, проверяет ли Роспотребнадзор их на соответствие качества и пригодности в употреблении? До момента поступления в магазины города Наринмара и округа продукты питания проходят долгий путь. Если они изготовлены за пределами Российской Федерации, то в обязательном порядке проходит досмотр в пограничном контрольно-пропускном пункте. Досмотр проводят таможня, Роспотребнадзор, Россельхознадзор. И если отсутствуют документы, подтверждающие безопасность и качество товаров, то такой товар отправляют обратно или на склад временного хранения. И если даже и сомневаются в качестве его происхождения, в качестве подлинности документов и в качестве качества для дальнейшего разбирательства. Кроме этого, может быть санкционированный товар, который сразу же уничтожается. Санкционированный – это запрещенный к воздуху на территорию Российской Федерации продукты питания. Но в настоящий момент вы все знаете, что у нас такие продукты питания имеются, которые нельзя завозить. Это страны Евросоюза, США, Норвегия, Турция, Канада и вот совсем новшество с 2016 года из Турции. Если продукты отечественного производства, то они должны соответствовать техническому регламенту Таможенного союза. Это значит, что пройти контроль до того, как попадут на прилавки на всех этапах от производства, хранения, перевозка, реализации и утилизации. И иметь при обращении товарно-транспортную сопроводительную документацию. Это значит, товарно-транспортные накладные, декларации и ветеринарные сертификаты и справки. Вот на этом этапе, когда они до прилавка в магазин поступают, Роспотребнадзор не проверяет качество. Значит, оно подтверждено уже документами, подтверждающими качество. А в процессе проверки, конечно, мы требуем эти документы и тогда уже проверяем. Хорошо. А вот как часто жалуются жители нашего округа на качество продуктов? Ведь не секрет, что плохого качества продукции продается в наших магазинах практически всегда. И подтверждение тому сюжет, который мы сейчас с вами посмотрели. Жалуются часто, но чаще всего устно и по телефону. Я хочу напомнить нашим зрителям, что согласно 59-го федерального закона о порядке рассмотрения граждан в Российской Федерации, заявления принимаются в письменной форме. Значит, у Роспотребнадзора нет полномочий проводить проверку по звонку. За 2015 год поступило 211 обращений от граждан. 105 из них — это консультации устные, это не жалобы. А 94 жалобы в письменном виде. И из них 25 на ненадлежащего качества продукты. Значит, по этим жалобам были проведены проверки, и факты подтвердились, и виновные лица, наказанные в административное наказание, понесли. Что нужно предоставить в Роспотребнадзор для проверки? Понятно, что сам продукт, а вот чек нужно ли предоставлять? Чек не обязательно. Если вы купили продукт, пришли домой, открыли и внимательно посмотрели, что не соответствует качеству, запах неприятный, или увидели, что срок уже прошел, конечно, ваше право сходить обратно в магазин, и продавец обязан вам вернуть деньги за этот товар. Но некоторые люди ленятся, тем самым поощряют продавцов недобросовестных, потому что денежки, которые мы уплатили за некачественный товар, остаются в кармане у продавца. Поэтому можно желательно сфотографировать, если вы в магазине что-то увидели с истекшим сроком хранения, или условия хранения не соблюдаются, посмотреть, сколько градусов на упаковке написано, условия хранения предусмотрены изготовителем, и в холодильнике, например, посмотреть, кисломолочные продукты лежат, или вы купили товар, а он, когда вскрыли, поняли, что он испорчен, желательно сфотографировать, написать жалобу в письменном виде, или прийти лично обращаться по адресу авиаторов 7, где находится управление Роспотребнадзора, в свободной форме можно это написать, можно дома, да, или обратиться за помощью к нам, или отправить электронной почтой. Форма электронного обращения на сайте имеется. Фотографию, не только одну фотографию, но еще и саму жалобу. Где? Обязательно указать, какого числа это происходило, фамилия, имя, отчество обратившегося, потому что анонимные заявления не рассматриваются, в каком магазине, кому он принадлежит, по какому адресу. Ошибок очень много, когда пишут жалобы. Приходится даже звонить, хорошо, если оставляют номер телефона, звонить и что-то еще уточнять. Хорошо, спасибо большое за интересную беседу, Ирина Лениневна, а мы продолжаем дальше. Центр психологической помощи «Радуга жизни» отметил новоселье. Теперь тренинги и групповые занятия специалисты Центра будут проводить, не выезжая в образовательные учреждения. «Радуга жизни» отметила новоселье. У Центра психологического сопровождения семьи, материнства и детства появилось помещение для групповых занятий. Это поможет психологами и сказкотерапевтам проводить тренинги и групповые занятия, не выезжая в образовательные учреждения, как это делали ранее. На новоселье побывала и наша съемочная группа. Это вообще песочница, предложенная Карлом Юнгом, и механизм в том, что увидеть ситуацию сверху, со стороны. «Все, что происходит внутри песочницы – некая расстановка. У каждой фигурки свое значение – реальные и мифологические, созданные человеком и природой, привлекательные и ужасные. Этот метод песочной терапии эффективен как для детей, так и для взрослых. Впрочем, как и все остальные методы сказкотерапии», уверяет Лариса Борисова. Деятельность в этой сфере психолог ведет с 2008 года. Второе рождение «Радуги жизни» прошло буквально несколько дней назад. Центр психологического сопровождения семьи, материнства и детства отметил новоселье. С помещением некоммерческой организации помогли окружные власти, а технику, необходимую для деятельности центра, удалось приобрести на средства гранта. «Отсутствие финансирования – это, конечно, огромные препятствия на пути к достижению наших целей. И, конечно, грантовая поддержка очень благодарна Департаменту региональной политики, потому что очень помогают, отвечают на вопросы, идут на контакт». Планов теперь громадье, говорит сказкотерапевт. В первую очередь работу собираются направить на людей с ограниченными возможностями здоровья, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ведь, по мнению Ларисы Борисовой, до радуги жизни можно и нужно дотянуться к каждому. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич и Владислав Носкин, Телеканал «Север». Такова была информационная картина этого дня. Увидеть новости вы также можете на нашем сайте. Его адрес www.trk.ru. До встречи в эфире.